Средняя школа номер 22 – одно из учебных заведений, располагающихся в восточной части города. Ограниченная подъездная способность определила тот факт, что большинство ребят добираются до школы пешком. Специально оборудованной стоянки здесь нет. Однако забывать о безопасности это основание не дает, уверены сотрудники областной госавтоинспекции. В период времени 6 по 15 марта на территории Республики Беларусь проходит республиканская профилактическая акция «Берегите детей». Направлена она в первую очередь на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. В данный период времени сотрудники госавтоинспекции проводят широкую информационно-разведительную работу. Выступают в учреждениях образования, где с детками проводят различные конкурсы, викторины по правилам дорожного движения. Напоминают элементарную норму правил. Также сотрудники ГАИ проводят различные профилактические мероприятия и в трудовых коллективах, ну и, конечно же, с водителями транспортных средств, в рамках которых напоминают, как необходимо перевозить детей в салоне транспортного средства. Да, как выясняется в беседе, школьники в своем большинстве знают правила дорожного движения. За успешное прохождение устного опроса каждый малыш получил памятный сувенир. Однако не это главное. Важно, чтобы ребенок не только знал, но и соблюдал основные нормы безопасного поведения на дороге. Научить и показать, не на словах, а своим примером. Важная функция родителей. Но это нисколько не умаляет важности внимательности водителя. Видеодороги маленького человека, который не всегда может объяснить свои поступки и действия, лучше лишний раз притормозить. С начала текущего года на территории нашей области с участием несовершеннолетних уже зарегистрировано 14 дорожных аварий, в результате которых 2 ребенка погибли и 12 детей получили травмы различной степени тяжести. Надо знать, куда он, когда побегит. Обычно смотрят в одну сторону, бегит в другую. Такое есть, надо знать. Это дети. Правила перевозки детей. Еще один важный аспект безопасности на дороге. Ученые подсчитали, детские автокресла снижают риск гибели в результате аварии примерно на 90% у малышей грудного возраста и на 55-80% у дошкольников и школьников. Ответственно к этому вопросу относятся в Бресте и взрослые, и дети. Ни в одном из остановленных автомобилей нарушений выявлено не было. При перевозке, ну если до 3 лет, ну там не до 3 лет, до определенного возраста в детском кресте мы перевозили ребенка. Ну сейчас просто она уже выросла, вот. Ну обязательно сзади должна пристегиваться ремнем безопасности. Всегда, когда сажусь в машину, я пристегиваюсь и соблюдаю правила безопасности. А тем родителям, которые пренебрегают безопасностью собственных детей, сотрудники госавтоинспекции напоминают об административной ответственности и штрафе, предусмотренном за нарушение правил перевозки детей. Сегодня это до 4 базовых величин.